Правительство Тверской области приняло государственную программу развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства. Впервые отраслевая госпрограмма принята в Верхневолжье на 9 лет до 2028 года. Главный вопрос – это внедрение в Тверской агломерации новой модели пассажирских перевозок и реализации в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А тему продолжит Мария Шалованова. Новая модель пассажирских перевозок будет внедрена с 3 февраля 2020 года. В течение первого переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет ЕСПБ. С 1 марта проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителей Тверской области или по электронной бесконтактной банковской карте национальной платежной системы МИР. При этом стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц. Игорь Удени подчеркнул – одно из преимуществ новой модели пассажирских перевозок – возможности льготного проезда на всех маршрутах общественного транспорта. Сейчас активно набирается и готовится, обучается личный состав – это водители. Сформирован парк автобусов, самоподвижного состава. Завершаются процессы по резервированию транспорта на случай выхода его из строя, чтобы у нас был оборот определенный. Новый транспорт экологического стандарта Евро-5 будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле. Автобусы будут работать на маршрутах с 5 до 24 часов. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут. Если сейчас проанализируем все, что происходило в предыдущие годы, то мы увидим, что в муниципальных образованиях также произошли, к сожалению, процессы по приватизации этой отрасли. И видно, что, к сожалению, коммерсанты выполняют только самые выгодные рейсы, те, которые являются коммерчески удобными и доходными. А вся сеть перевозок, особенно в муниципалитетах, она претерпела изменения в сторону уменьшения количества маршрутов. Поэтому следующая задача, которая стоит в госпрограмме – это реализация всей системы перевозок на территории Тверского региона, чтобы не только Тверь и Калининский район имели эффективную систему и удобную для пассажирских перевозок, но и все муниципалитеты. Помимо новой транспортной модели в госпрограмму на 2020-2028 годы вошли мероприятия, связанные с реализацией в Тверской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель и задача – привести дорожную сеть в порядок, в том числе инженерное сооружение, повысить безопасность в наших дорогах. И мы, наверное, будем ускорять процесс по ремонту дорог, потому что у нас запланировано на этот период порядка 103 миллиардов рублей. Но время достаточно продолжительное. Поэтому сегодня, когда люди начинают передвигаться уже по качественным дорогам, будь то М11, либо наши отремонтированные региональные дороги, то все хотят, конечно, быстрее, чтобы весь этот ремонт на всех дорогах был завершен. В рамках национального проекта в Тверской области в ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние ключевые региональные трассы, социально значимые дороги, магистрали, необходимые для реализации туристических и инвестиционных проектов. В 2020 году запланирован ремонт 153 километров дорог по сравнению со 104 километрами в 2019. На 2021 год по национальному проекту заложен ремонт 328 километров региональных дорог, в 2022 еще 153 километра. В Твери в 2020 году по национальному проекту планируется отремонтировать более 61,5 километров уличной дорожной сети. Всего за пять лет будет приведено в порядок около 260 километров городских дорог.